По Ахиллу уже прозвонил колокол, и пусть он намывает свою пяточку. Амазонки за ним идут. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус. Амазонки накажут, конечно же, Ахилла. Продолжим сейчас. Кстати, эти... А эти в целом-то и не дойдут, если что, до поселения. Даже если захотят. Поэтому сваливаем. Засаду нам не нужна. Тогда снимаемся с якоря. Идём, ставим лагерь. И тут как раз-таки сможем построить последний уровень для восполнения потерь. Денюжки есть для этого всего у нас. Имеется возможность. Ну и начальный уровень всех отрядов, стоимость содержания колесниц. Ну давай, давай, так и быть. Так и быть, и возведём тебя тоже. Так, Писта, у тебя что? Ты в целом разрушила поселение. Теперь идём вот сюда. Отлично. Нам пока что так. У тебя строительство полным ходом движется. Все злайниты. Все при делах. Все посмотрите, какие он уже взрослые у нас амазонки. А по дипломатии ничего. По дипломатии тишина. Но кроме повального желания подписать мир. Но с нами амазонки. В принципе, амазонки должны уже занять нижнюю часть карты. Восточную часть карты нижней. Потому что, ну, как-то некрасиво. Здесь они уже даже потеряли. Микены забрали город на острове. Они его обживали, они его застраивали. А тут амазонки вообще, в общем, как-то смотрятся уныленько. Не знаю. Вот кто проходит, допустим, не за амазонок после выхода DLC, можете написать в комментариях. Как у вас, амазонки. Так же прокачиваются очень быстро, мощно. Импинтиселе погибает. Айпполита нагибает всех. Либо они вот примерно так же скромненько себя ведут. Либо это мне так повезло. Либо уже у всех, да. Что амазонки, ну, не та мощь, которая, в принципе, при любом раскладе доминировала в этих землях. И не только в тех землях. Еще в другие лезли. Еще в Грецию успевали. Экспедиции отправлять им. Вполне успешно. То есть просто как-то обидно за соратниц. Гектор хотя бы не предает. Гектор хотя бы с нами. Это ему спасибо. Но врагов куча. И еще искусственный интеллект не мирится с нашими союзниками. Опять же, да. Вот тут ничего в этом плане не изменили. Если некоторые темы поменяли, теперь им там можно все-таки с большей вероятностью заставить защищающегося полководца атаковать тебя. Но! Вот как в Вархаммере, то есть зачастую твои враги, в первую очередь, пытаются подписать мирный договор с твоими союзниками. А с тобой принципиально будут воевать до последнего. Здесь такого пока я особо не наблюдаю. Здесь вполне-вполне все логично. И мы с союзниками вместе воюем. Я бы же даже как бы с некоторым помирился. Вот. Но раз мои союзники с ними тоже воюют, я не буду проявлять инициативу. А зачем? А зачем оно нам надо? Так, а я смотрю, здесь приплыли эти мерзавцы и пытаются выжить. Надо их добить. Надо их сейчас добить. Высаживаемся в любом случае. Они же сейчас снова будут заселять эти территории. Дарданцы ушли, но они присоединились к Гектору, поэтому... Ну, Гектор как бы теперь занят. Ему не до того. Ему не до этого. Он другими делами занимается. Совсем другими. Так, Арн уже там засели. Или, подожди, они так и владели. Только теперь. Или эти птички владели им... Ну, нейтралы. Ладно. Может, так оно и было. Изданы указы. Замечательно. Посейдон благоволит нам, естественно. И здесь мы снова тратим древесину. 10 тысяч. Навык перезарядки. Потратим. Ничего страшного. Древесины сейчас найдем более чем. Так что, все будет хорошо. Следующая фракция, которая нам объявит войну. Вот она, она. Естественно. Они сейчас наращивают силу на наших руинах. И дальше именно. От них мы ждем. Объявление войны. Так, Ахилл. Ну, давай мы приготовим засаду. А, это Аякс. Кстати говоря, он конфедерацию подписал с ним. И как раз у него территорий больше. Ай. Чертяк. А сколько у тебя территорий? 7, да? И седьмое место по силе. Ну, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, и этот пресловутый город 7. Повстанцы его вряд ли возьмут. Амазонки не пытаются. Гектор уже плюнул на него. Но он занимается спартанцами. Ладно. Жаль. Жаль, конечно. Но что поделаешь. Конечно, жаль. Но этот уже на следующий ход будет уничтожен. По душе этого мы выдвинемся. Кстати, я надеюсь, птички пактически засеют сейчас. Ну, чтоб мы успели. И можно будет этот город разрушить. Как раз продавался. Получим и их убьем. О, и все замечательно будет. Даже нам одолжение сделают. Даже им спасибо за это. Так, строительство вообще у нас сейчас невозможно. Поэтому... Раз. И засада. И засада. Ну, а красотка просто подсветит, что здесь творится. Новостями поделится. Что за события в нас происходят? Вокруг да около. Так, ладно. Забей. Дипломатия. И пора сдавать ход. Сдаем. Ну, то, что нас... О, Аякса сменил Ахилл лично. Но! Боги в нас верят. Ахилл, говорят, ничтожество редкостное. Так что пентеселе его тут. Без проблем. На лопатке и щитом придавил. Умница. Отправильно по щиту побей. Недостойный. Ахейский сын. Да что ты вокруг да около ходишь? У тебя 20 бойцов. Там, главное, отправил Гектор... Сколько? 11 или 9 даже, да? Сражаться с ними. А полный стэк не хочет. Или даже как подкрепление не подвел. Блин, вы прозбили их сейчас. Толпой. Я просто не пойму, что здесь происходит. Еще вы заставите сейчас к этому поселению тащиться. По-любому Ахилл не будет уничтожен. И пока мы доплывем, он еще кого-нибудь в свою конфедерацию примет и разрастется. А если будет принимать в конфедерацию вот фракции, которые заселяют здесь земли, вообще будет обидно. А ведь несмотря на то, что мы уже в Греции, Ахейцы вполне так-то неплохо действуют на территории. Троянских. Даже какие-то земли удерживают. Так, о, спартанцы Одиссея подписали. Спартанцы подписали Одиссея. Блин. И еще... А нет, там тоже Одиссея были земли. Ну вы собаки, а. Лучше бы Микена все это подписывала сейчас под себя. Как бы... Спарту нам тоже же уничтожать надо. Спартанцы, вон... У них теперь территории, смотрите, разбросаны как сильно. Их просто так не вытравишь. Отвали. Поплыл заселять, что ли, город? Ну, вполне возможно. Здесь троянцы действуют, я так понимаю, против... Как раз таки спартанцев вполне успешно. И за это им спасибо. Мирный договор, дойдите вы нафиг. Мы вас добьем. И глазом не моргнем. Фил, фил, фил. Эти сбежали, македонцы уже. Македонцы трусы уже драпают. Ну, а этот пока заселял... Растерял хватку, и его уже земли разрывают. Так, амазонки, в принципе, вполне успешно пока оборонят свои земли. И за это тоже им огромнейшее спасибо. Вновь ты объявляешь нам войну. Лелеги. Вот еще один. Ну, пока все поддержали. Прям, в принципе, вместе со своим сыном выступают единым фронтом. А парис, как всегда, мерзавец сидит в сторонке. Обнаружена за садом. А вот при зарядке один эпический герой победил другого в бою. Победите Ахиллеса. Урон от дальнобойного оружия для нас. И урон героя в ближнем бою. А ты еще Ахиллеса не била, да? Ну, с подчином тогда тебя, с подчином. Так, делаем так. И боевую славу еще получаем. Хотя, прирост кочевой армии здесь сейчас нам важнее. Поэтому выберем правый. Ну, давай, боезапас. Преданность. Это все равно для нас не играет большую роль. Предмет преданности такого показателя тут нет. Можем в засаду встать. Ну, может кто-то из врагов тут захочет. Договор о ненападении есть, но вот право прохода мы подписать не сможем, к сожалению. К сожалению, подписать не сможем. А ну-ка, а если, допустим, предложить... Ну-ка, а не... Да, рейцы слабы, поэтому... Меня забыли, интересует наших врагов данный маневр. Че, до города дотягиваешься? Ну, вроде бы, говорят, дотянется. Подкрепление там подойдет, это все... Серьезно, не дотягиваешься? Ну, блин, ну, ё-моё! Ну, красная стрелочка там спряталась. Маленькая красная стрелочка. Отлично. Эти красные стрелочки все мешают. Слили амазона нападающих. Молодых неопытных. Так, тебе... Легендарная слава. Ярость после боя сохраняется дольше. Натиск уменьшим. Давай. Ярость, чтобы сохранять... А, еще несколько уровней. Сразу, да? Ну, давай первый левел. Раз. Так, ты ничего не захватил? Ты начинаешь здесь грабить, да? Предлагаю выйти в эти земли поближе. Уничтожить данные. Хотя здесь есть гарнизон. Здесь гарнизончик имеется. К сожалению. Ну, может, кентавров подтянем. Распустим тогда даже. Мужененавистниц. Распустим этих подруг. И возьмем кентавров. Если получится разрушить данное поселение. Так, ты еще жди своего часа. Анипа. Ну, ты жди в засаде. Царский указ на 12 тысяч древесины. Конечно, мы не сдадим урон. Чтобы увеличить пока не под силу нам стоимость обряда посвящения для конного защита конницы в ближнем бою. Броня всех отрядов. Ну, можем золото, конечно, вложить вот сюда. Доход от набегов. Но стоимость строительства. Благосклонность. Натиск всех отрядов. Вероятность засады. Строительства. Поступление камня. Ну, тут такого... Я бы не сказал бы. Ну, доход от уничтожения. Давайте вот это потратим. Немножечко потратимся. И сдаем ход. Ну, смогли толпой победить амазонок. Ахейцы. То есть земли разбросаны. У ахилла уже разбросаны земли становятся. И у спартанцев тоже раскиданы. За всех этих присоединений, союзов. Молодцы. Ой, в коем веке Эней пошел в бой. Ах ты молодца. Хоть не в баню и не на убой. А в бой. Так, ну этих разбили. Там другой стек проскочил. Сейчас бы лес бы занял, Гектор. В принципе, возможность есть. Тот же Эней. Ну, вот он как раз этим и занялся. И тебя можно было бы бросить сюда. Но ты-то не идешь. И вы на контратаку. Как-то странно. Но вот опять же. Туда-сюда. Вот в море открыты. Воды и потери несет им. В итоге приплываете по Коцаны. А те же Микены сейчас будут стеки отправлять. Боевые с Марины. У них вот тут база прям на острове удачно. Перевалочный пункт такой. В итоге без потей будут добираться до трои. И реально могут взять город. Трои. Втрои. Втроем. Эх, амазонки. Против спартанцев действуют. Еще небольшую армию отправляют. Но объединитесь вместе. Не, ну в принципе могут сейчас отобрать. Полный стек амазонок. Это... Это опасно. Это всегда опасно для врагов. Можем ускориться. Мы видели как Митимна передвигается дальше. Пытаясь засеять поселение. Этот сбегает. А эта фракция не нападает. На Гектора. Продолжает просто делать налет и грабить его землю. Успех. Так, отвалить. Разовый обмен. Отвалить. Трезен. А может быть, кстати, Трезен еще пошел охотиться за нашими амазонками. Молодыми. Если у них там неплохой стек, то... Надо отправить сейчас жрицу посмотреть в идеале. Что там у Трезена? Устрашающие речи. Убийство. Неудача. Готовность к службе. Шпион. Ну или вот шпион есть. Давайте даже двоих отправим. Одного сюда. Одного сюда. Посмотрим. Понаблюдаем. Есть возможность еще расширить. Тот же прирост сделать эффективней. Поэтому... Сейчас... Ну давай вот сюда подойдем. Начнем строительство. Потом на воду спустимся. Тут я смотрю, мехены начали... Начинают заселять. Подлюки. Тут же разбежались. Стали лагерем там помогать. Защищать. Так, прирост давай ресурсов побольше. Готовим за садом. Разрушили. Еще одно поселение. Ну нормально. С другой стороны, мекены заселяют. Ничего страшного. Мекены... Не ахилл. Нам сейчас ахилла уничтожить. А потом будем думать о следующей цели. Это спарта. Так, здесь мы можем попробовать и потратить 12 тысяч древесины. Вложиться, да, урон от дальнобойного оружия увеличить. В разы. В итоге в совокупности. Там 10%, здесь 10%. И мы мегамощные ребята. Ого! О, а тут еще и стэк сидит. А тут у тебя еще и стэк сидит. Ну попробуем тогда сделать следующим образом. Мы отойдем вот сюда. Станем засадом. Если он вылезет, поймаем его. Нет. Пойдем убивать этого. Накажем его. Прежде чем идти дальше. А тут есть кем еще заняться. Корейцы готовы подписать договор с Гектором. У них есть отношения неплохие. В принципе улучшаются. Можем попытаться их втянуть в какую-нибудь войну. Нет? Вряд ли получится, говорят. Так, мы в тему пробовали. И это тоже далеко. Это тебе нипочем. Ну вот эти мерзавцы слабенькие. Нет? Не хочешь поучаствовать. Короче, не хочет участвовать. Но участвовать не станет. Ну и ладно. Дай нам древесины. Мы с тобой подпишем пока что договор. Давно ни с кем не подписывали. О, вот. Союз. Или он захотел. Замечательно. В коем веке ты одумался. И вытащил голову из трусов. Даже военный союз. Замечательно. У нас вот трио получается здесь, да? Союзников. А в итоге у нас квартет красивый такой. Красивый квартет. Хотя амазонки здесь не вписываются у тебя. Да. Амазонки пощупают вообще точно. Все было бы замечательно. Так. Ты не помирился. Вы по-прежнему так же воюете. Со всеми. Ну. Воюйте. У кого еще очки тут? Подожди. А, агент же. Точно. Вражеский гарнизон. Давай будешь успешней коцать. И серьезней. Разовый обмен предлагает Гектор. Их требования. Камень. Ну давайте дадим. Вот Гектору просто нужно помочь. Он нас поддерживает. Он с нами. Мы воюем. Сражаемся. Плечом к плечу. Гектор вон даже добивает этих мерзавцев. Но не хочет их забирать земли. То есть они только со своего острова... А вот. Молодец. Начал наказывать их за дерзость. Я хотел сказать, что только они с острова вылезли. Сразу их. А на острове не трогает пока. Ну и взялся за Гектора. Похоже, спартанскую... Угрозу отвадил. Не поверил в себя. И поверил все-таки в себя. Сам Ахилл уже не представляет такой угрозы. Там Мекен и спартанцы больше. Вот. Амазонки разбили. Здесь еще может оплот создать Агамемно. Ну вот. Одиссей попадает в нашу засаду. По-хорошему, за Одиссея уже мы вряд ли получим какие-то плюшки. Да? За победу над Одиссеем. Выстрашающие речи. Самое обидное. Ничего страшного, что заселять. Самое обидное, допустим, мы вот уничтожаем... В Тию, да? Кто-то заселяет земли вслед за нами. А потом Ахилл конфедиратит того, кто... Заселял разрушенные земли. Вот это... Мега-подстава, на самом деле. Вот это будет просто трэш. В остальном... Я сейчас надеюсь, все-таки ты в Роттадос Ахиллу там сделаешь. Возьмешь этот город. Ох, Амазонки и Политы. Где ваша мощь? Где ваши непобедимые... О, Митим, ну, уничтожил Ахилл. Этот попытался... Похоже, рыпаться и получил по шапке. Ну, значит, Лесбос заберем. Заберем Парис. Ничего не скажет. На это нам. Потому что, ну, брат уничтожил этого мерзавца. Ты его втянул в данную войну. Кстати, у этих мерзавцев... Есть возможность город забрать. До сих пор еще никто не засел. Крупный город. Всего лишь один полководец. Представитель их... Расы. Будем называть это так. Так, здесь все тихо. Здесь никого. Тут начинается война. О, коняки. Аллас. Кто кого, пока непонятно. Но главное, что они воюют между собой. Но мы шатаем по-прежнему ахилом. Толицы. Свиньи, кстати, тоже могут прислать стэк. Царские указы. Замечательно. Урон увеличен. Убийство. Неудача. Неудача. Отравление. Неудача. А сейчас начнем изучать... Вот я бы что-нибудь в этом духе, но золота не хватает. Стоимость действия. Начальный уровень героя. Начальный агентов. Угу. Доход от набегов. Давай вот все-таки доход от разрушаемых поселений. Вдави в грязь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Избранец ли... Ну, ну... Учитывая небольшие потери, это некрасиво. Афина так-то недовольна. Забрала одну нашу амазонку с собой. Ну, в принципе-то мы ее в любом случае сейчас можем прокачать, да? До второго левела. Там-то третьего, я думаю... Ну, главное, что не первый уровень она будет. Буквально сразу мы ее прокачаем. Потому что на первом уровне это... Это крайне печальное зрелище. Она будет их сливать стабильно. Ну, а эта фракция решила вылезти из поселения. Мы разрушаем, убиваем. И еще и второго сразу наказываем, который здесь бродит. Не дотягиваемся до Исмара, чтобы его взять. Ну, ничего страшного. Пока займемся... Вот, как раз. Конные застрельщики. Мифическое поселение кентавров. Но это нужно на следующем. Можем себе позволить лишний ход? Чтоб больше кентавров получить. Своем резерве. Я бы предпочел, чтобы Одиссей конфедератил, конечно, все. Тогда бы вот эти поселения настолько слабенькие все были. Прям забирай их все и не переживай. Так, ты на воду. Ладно, рискнем. Тобой сейчас рискнем. Писту, писту, писту. Пинтиселея. Ну, а РС-600. Гекотомбу можем... Зевсу. Ну, давайте Зевсу. Позволяет нанимать Минотавра. Расход камня на строительство минус. Кстати. Насчет Минотавра. Можно его вот сюда призвать. Как раз вместо... Застрельщиц. То есть, застрельщиц не призывать. Взять Минотавра. Ну, а сейчас мифических-то, смотрите, сколько прибавилось. После заданий, что ли, все хлеб... Почему? А, мы разрушили же поселение с этими великанами. Все, естественно, у нас тут огромное количество для найма открылось. Соответственно, все есть. Если что, мы прям мифический стейк можем собрать. Ну, что, давай. Давай, Минотавр будет тогда. В данной армии у нас... Ты собираешь вещички, идешь дальше. Потому что до користа идти и идти. Афины. Дальше нам вот этот город Афины. Как раз-таки Соломин. Все новые владения. Ахилла уничтожим. Тишина. И покой. В Тии очень хочет мир. Ахилл прям спит и видит. Перемирие, что мы подписываем. Но пока эти амазонки разрушат слабенькие города, чтобы прокачаться. То есть просто то, что засеивает сейчас Агамемнон. Это их задача. Просто разрушать... О, Гектор засеял город. Шикарно. И занимает Лесбос. Да. Как минимум разрушил здесь. Займет ли город там... Он... Севернее, не знаю. А... Тем временем, кстати, Парис. Он же стал уже Гектором тоже. Опа. Конфедерация. Когда сделает эти сообщения. Микенем. Амазонки, я надеюсь, вы заберете даже сейчас на этом ходу. Хотя... Даже если заберете, скорее всего, вас ушатают. Там стэк возвращается полностью. Слушайте, чего так... Это скорость максимальная. Камеру высокую, ну... Ну, не буду ставить. Но это... Не будем видеть, сколько в армии народу. Что за армии? Большие, маленькие. Так наблюдать интереснее. Имбас не потеряли. Кстати, смотрите. Троя выслала стэк уничтожить этих предателей. И не исключено, что наш союзник возьмет этот город в итоге. Разовый обмен. Не хочу. Мне сейчас только древесины не нужно. Ну, там на троянского коня может потребоваться. Но до него еще нужно добраться. Еще кучу всего изучить. Поэтому... Не обращай внимания. С какого перепуга? Я... Ну, даже автобой тебя унизил. Ты что думаешь, амазонки молодые, неопытные? И все, и сразу можно их так... Шашкой наголо. Еще один. Еще один. Ну, ладно. И, кстати, Трэзен. Вот он, он бегал. Да где он здесь был? Я специально разведчиков отправлял проверить, где плавает эта армия. Но она где-то непонятно находилась. И так в итоге не спалилась. Стремление к свободе. Несколько женщин из разрушенного войны города пришли в лагерь и просят Пентиселе взять их с собой. Царица-воительница знает, что этим девушкам некуда идти. И некоторые из них горят желанием проявить себя. Сделать их работницами стоимость строительства. Давайте сделать их воительницами. Орес. Размышление. Убийство соперника. Успех. Жрицу нашу. Шатнули. И Митимну уничтожил сам Преам. Лично. И Пелазгов, возможно, тоже. Хотя нет, вряд ли. Мы не будем потери в море, преданность, статуя. Молодец. И еще потерь восполнила прям очень хорошо. И пока поселение не укрепилось, разрушаем. За счет разрушения поселения просто мы прирост увеличиваем, так и человек. И быстрее будем сейчас прокачивать их. Этих самых амазонок. Навык перезарядки. Навык перезарядки. Строим. Здесь для топоров только постройку в первую очередь. Возводить нужно будет. Так, а у тебя еще очки. Боевой дух. Доход от набегов. Восполнение потерь. Дальность перемещения. После битвы. Успешного хищения трофеев, упавших после победы. Так, ну может давайте попробуем дальность перемещения после победы. Хм. Ну да. Тут ничего толком нет. Мы можем тебя покачать. А то ты хиленький еще такой. Хиленький. Дальность перемещения. Дальность перемещения. Выдвигаемся. Строительство не отменилось. Отлично. Пистол. А, нам не хватает древесины как раз таки, кстати говоря. Ох, не люблю когда так. Случайно нажму фильтр, собью. Просто древесины тогда нужно будет потребовать у кого-нибудь. Надо будет потребовать сейчас. С союзникам, я думаю... Сейчас как раз кому-нибудь древесина жмет карман. На Амазонке. Хотя бы едой обжились. Вот трое. У вас тьма ресурсов. Но тысячу не дадут. Три сотни. Это максимум, что мы смогли у них выбить. Хамло. Ты хотя бы 950 год. Вот, ты 950 и уже, уже хотя бы что-то. Это уже о чем-то. Он начинает нанимать стэк, но мы рискнем пока что. Если что, боевых сестер призовем. Если что, призовем боевых сестер. Да, ничего не поменялось. И сдаем ход. Постепенно сейчас и Микены. Ослабляем побережье. Разоряем. Может, троянцы так вот переберутся. Сейчас Гектор все-таки город один засеял. Махил даже стэк. Свою новую столицу. Защищать собрался. Ну вот, этого будет достаточно. Прямо более чем достаточно, чтобы Гектору взять. Энэ отправляется тоже. В новый свет, будем так называть. Да, на запад. На запад. В новый свет. Нет, они опять не берут этот город. Да что вы будете делать? Они не хотят брать этот город Ахилла и все. Вокруг да около все ходят. Была попытка, судя по всему, неуспешная. Вообще ни разу. И тут амазонки прошляпили. Город. Жаль. Так, тут спартанцы. Сейчас они и будут засеивать те города. Скорее всего. Амазонки не полезут. Ну а Гамемнон, судя по всему, раз не напал на амазонок, проиграет им здесь. Там только гарнизон и стены его спасают. Чет Роянс, возвращайте стэк. Мирно и спокойно теперь. Да, целую армию отправляет засеивать сест. Но сейчас-то это можно делать. Почему этот пассивничает, я не пойму. Хотя он, по-моему, воюет только против меня. Да, он воевал против меня, и Гектора шатать не будет. Ну, значит, пусть стоит там. Пытается грабить, злит Гектора, и Гектора в войну ему рано или поздно объявится. Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. Ай, вы мерзавцы, а. Так. На гадость подбиваете. Заметьте, вот эта фракция сколько раз, да, объявляет войну, а потом напрашивается на перемирие. Уровень почитания понизился. Боги больше не любят нас. Как так? Разом. Куча богов нас разлюбили. Так, отравленные колодцы неудача. Затопчи их. И теперь разрушай поселение. Разрушим все, и не только вашу жизнь. Так, дальность перемещения армии героев после битвы. Попробуем так. Замечательно. Мне как раз хватает... Здесь ресурсов не хватает. Но можно пойти вот по пути уже. Улучшением. Все-таки постройки для топорщиц. Пока что так. Здесь... А ну-ка. А пункт. Ну давай, наверное. Переберемся сюда. Не будем обходить по суше. Не будем искать брод. А полезем в воду так. Вот, скорость. И надеюсь, ты третий левел получил. Как раз. Либо дальность, либо стоимость содержания мы можем. Атака всех отрядов в ближнем бою, либо пробивание брони. Тут дальность перемещения агента. Вероятность... Ну, однозначно, КГ сопровождает армию, да? Но вот дальше мы ничего полезного для армии не качнем. Давайте здесь тогда возьмем стоимость содержания. И атаку в ближнем бою. Пусть будет так. Здесь в перспективе золото. Здесь в перспективе нас ждет золото. Здесь мы сейчас Аресу возведем храм. Пусть порадуется наш отец. Кто-то что-то хочет? Ну, киконы, естественно, хотят мириться. Очень сильно хотят мириться. Я их понимаю. О, пистол. Еще и прокачалась. Пистол. А он никого-никого не дает. Я понимаю. Не верят в победу. Но можем поморить. В принципе. Помаринуй их. О, Агамемнон и здесь еще засеивает. Саус. Ох, хамло. Хамло. Вообще не понимает, что творит мерзавец. Кстати, можно было бы пройти и здесь по суше с тэком, чтобы защитить вот здесь земли троянские. Которые Ахилл может, например, сейчас забрать. Ну, давайте крутанемся, ладно. Крутанемся. Поможем. Попытаемся. Способствовать укреплению троянской мощи в этих землях. Пусть они крепнут, пусть они растут. Здесь вот как раз сейчас Спарту могут взять. Тот же дерзкий Парис уже под управлением Гектором. А здесь сбегает тем более. Уводит. Испугался Ахилла. Ну, может, амазонки возьмут тогда город, а Гамемнон не полез на них в море. Может, они накажут его, а? Амазонки. Верните себе эти владения. Похоже, не будут. Или нет? Ну, осадили. Ипполита лично осадила. Причем подтягивает еще небольшой стэк, но штурмовать не стала. Вторую армию отправила с бронзой. А Гамемнон может вернуться. С Гарнизоном он может рискнуть. И захочет, если их разбить, то может и разбить. Хотя, если он с бомжами там плавает. Какие у него шансы? И ни одного достойного испытания для нашей предводительницы Пентиселиички. Никто и не хочет сразиться с ней. Все-таки сейчас армию переброшу вот сюда. В засаде встанем. Пусть Ахилл думает, что нас нет. Он, скорее всего, нападет на город. Все. Арес снова доволен. Убийство соперника упущенная возможность. Так, наша задача тогда разместиться здесь. А встать в засаду. Либо Ахилл хочет идти засеивать свои земли. Посмотрим. Но если он пойдет засеивать, то этот стэк пойдет вслед за ним. Он даже не будет гнаться и пытаться разрушать кого-то, да? Вот кавалерию мы можем уже тут, кстати говоря, качнуть. Прям очень хорошо можем качнуть кавалерию. Пентиселиичка. Но стэк отсюда ушел. В целом есть шанс, что она высадится и сразу же разрушит. Да. Да. Марафонская битва. Это смерть для вас, греки. Теперь мы под Афинами. Афины уязвимы. Афины пока что выглядят не особо хорошо. У тебя сколько поселений осталось? Пять. Ну, то есть мы видим здесь два поселения. Ага, он свинтусов присоединил. Собака ты сутулая. Представляете? Он еще конфедерацию со свинтусами подписал. То есть здесь два, три, четыре. И еще где-то пятое поселение. Там, там, там. Где смородина растет. Он будет нас бесить сейчас. Тут, наверное, пойдем... Золото заберем. Потом Афины. Ну, вот это реально... Некрасиво сейчас со стороны искусственного интеллекта. Я понимаю, когда это... Ну... Соседлая фракция, да? Но мы... Либо захватываем земли, либо союзнику отдаем. Ну, как-то разберемся, да? В любом случае. Справимся. А то, что сейчас творится... Здесь, это... Ну... Он так может очень-очень долго. Он так до двухсотого хода может уходить от уничтожения. Занимайте вы территории. Нужно не разрушать. Нужно занимать. Укрепляйтесь. Я плацдам для вас создам. Я фундамент заложу. Я уже, в принципе, большой-большой фундамент заложил. Кучу... Городов разрушил. Вам только прийти и засеять их нужно. Маленькими стеками засеивайте большие стеки и их охраняйте. Все. Куда ты сваливаешь? Или он город так поплыл заселять? Так. Микены. Объединился. Значит, у него там покоцанные войска. Но острова, я думаю, у него отожмут союзники. Амазонки возьмут. Возьмут город сейчас. Сейчас вот высадится еще маленький стек. Лес бы все-таки-то Гектор забрал себе. Уничтожили. Прям лично нанес последний удар. Ну вот он, он, кстати, мини-лай. Он не использует свою механику. Он лично пока что пытается засеять поселение. Амазонки и Политы мне показалось, или они проиграли там? Ну, город-то они даже и не пытались. Либо они поменяли стек, который осаждал поселение. Так, нет, Сесты не захотел засеивать. Но вот против мини-лай. Надо сейчас просмотреть. У нас отношения с союзниками улучшились. Может быть, кого-то еще подтянуть каким-то воином можно. Простимулировать тотальную войну. Это будет то, что нужно. Так, вот этот стек выглядит опасным для молодых амазонок. Микене. Доклад, что противник направляет все ресурсы на мобилизацию войск и подготовку агентов. Нифига себе, что-то новенькое. Если этому не помешать, то враг может получить значительное преимущество в грядущей войне. Мобилизацию. Ну окей, хорошо, мобилизируй. Тем временем ахилла унижают молодые амазонки. Гибель городов. А ну-ка, подожди, подожди. Особенности погибель. За множество побед. И расход продовольствия. Мне показалось, думаю, неужели простые герои стали теперь получать за победу над легендарными особенностями? Нет. Нет, все спокойно. В этом плане все тихо. А Зори здесь тихие. Давай, иди через Мегары. Мегары. Чужой армии. Правителя. Ну давай вот здесь гарнизону. Мы сможем наносить повышенный урон. Давай разрушай золотой город. Сейчас получим много золота. И плюс в перспективе сможем подманивать армию ахилла сюда. Блин, ну почему ахилл какую-то свинью за конфедерател, а? Какие-то свиньи за конфедерател, а теперь мы мучайся. Но этот даже не пытается идти захватывать территорию. Он уже обосновался здесь и все. Думает, что ему этого достаточно. Так, что тебе осталось возвести? Да, и скорость исполнения потерь возьмем. Так, Анипа. Мы можем и не сидеть в засаде, а начать улучшать постройки. Ну, останься в засаде. Останься в засаде пока. Фил, Лилегия, Эдония. Все против вас воюют. Все хорошо. Ну и союзниками я собирался обсудить несколько новых войн. Ну, судя по всему, втянуть вас в них будет не так уж просто. Тем более, преимущественно, со всеми мы воюем вместе. А тут... Лишь некоторые... Вот, биотийцы. Пожалуйста. Ну, есть хотя бы. Еще новая война. Этих мерзавцев... Кстати, пофлагонцев можно попытаться шатнуть за счет них. Давайте попробуем. 4-2, вот. Сыдония не согласны воевать. С этими змеюками не будем. 4-2. 4-2. Отлично. Я сделаю предложение тебе... Отцеплю бронзу. Отцеплю камни. Ну, древесина нам еще пригодится. А вот камень и бронзу... Даже камень в большей степени не нужен уже. Смотри, какие мы ресурсы. Почему коэффициент не начинает прыгать так, как обычно прыгает в обратную сторону? Медленно, так, размеренно. Лови. Подтянем тебя к войне. Здесь у Гектора все-таки территории незащищенные рядом с ним, так что его втягивать и не стоит. Можем трое попытаться втянуть против них. Но трое вряд ли. Там даже золотом их не купим. Пока хватит. Пока так. Так. Подожди, кровавые мы... Да, до максимума мы уже улучшили. Туда золото вкладывать не нужно. Сдаем ход. Еще один ход сдадим. Марафон засел. Ну ладно, марафон тогда будем рушить сейчас. Афтия здесь нарисовалась. Но мы защитим владение. А, там разбили. Небольшие армии Ахилла. Силы Гектора. Так, ты зачем-то грабишь. Вы куда-то опять уплываете. Ну только город захватили большие. Ну кто его? Я его буду защищать. Ну если вы уничтожите это поселение Ахилла, то я буду за. Но вы ведь этого не хотите делать. Ни в коем случае. Просто вон в море в открытом плаваете. Фигней занимаетесь. Амазонки могут покоцанное поселение забрать. То есть по факту Гектор его разграбил. Остается просто захватить. Давай, амазонки. Не разочаруйте. Невай разворачивается. Кориц не стал заселять. Решил укрепить. Соседний остров свой. Одинокий. Да, да. Отлично. Ипполита занимает то поселение. В принципе, значит и столицу острова возьмут. В ближайшее время. Там амазонок подтянут с молодых. И все будет пучком. Ну а этот отправляет стеки. Возможно засеивать. Возможно уничтожать. Уже. И участвовать в новой войне. Их требования. Дайте нам денег. А не послать бы вас нафиг. Именно это я собираюсь сейчас сделать. Он все равно не участвует. Этот союзник в глобальных войнах. Против ахейцев. Поэтому пусть... Засада. Клетиний. На тебе Клетиний. Ты нашел Клетиний. Ты нашел свою смерть. Лови. Ну а дальше мы уничтожим ахива. Этот стек, конечно, еще не походил. Он может напасть на амазонок и представлять какую-то опасность. Может даже... Ну нет, он трус. Он трус. Он идет заселять. Он ничего не сделает. Касапи. Фиаки. Отлично. За победу. Без подкрепления. Сколько поселений у тебя? Шесть. Три, четыре, пять. И еще где-то здесь шестое. Где фиг пойми. Придется еще искать. Но быстро уничтожить ахиллы мне не получится. К сожалению. А ну-ка, может эти сейчас клюнут на марафон, а не на корист. Молодец. Молодец. Трави, Афины, трави. Пистон. Пистон. Идем к бистру дальше. Хочешь засеять те руины? Ну, ты сначала должен будешь пройти через тех, кто их разрушил. А вот с этими отрядами, говорят, амазонки просто так не справятся. Здесь нужно сражаться лично. Все-таки, чтобы не понести больших потерь. Но это сделаем уже давайте в следующей серии, друзья мои. С вами был Вера. Всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok